Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию со Сноуденом. Что можно ожидать? Как будут развиваться события? Я думаю, что в настоящее время идет административная процедура для того, чтобы обеспечить пребывание Эдварда Сноудена на территории Российской Федерации в полном соответствии с законами России. Нам нужно будет дождаться окончания этой процедуры. Очевидно, что Соединенные Штаты будут продолжать требовать выдачи Эдварда Сноудена. Хотя в данной ситуации Белый дом находится в несколько сложном положении. Эдвард Сноуден, как он сам заявляет, действовал во имя идеалов американского государства, тех принципов, которые записаны в американской конституции. Он ссылался на четвертую и пятую поправку американской конституции. И, собственно, сложно, достаточно сложно преследовать человека за то, что он защищает Конституцию США. Но, тем не менее, это будет делаться. Любая страна, которая будет оказывать поддержку Эдварду Сноудену, окажется под политическим давлением Соединенных Штатов. Но в случае России ситуация со Сноуденом лишь дополнительный элемент, дополнительная проблема к тому же достаточно длинному списку претензий, которые Белый дом формулирует по отношению к России. Что Вы можете сказать по поводу саммита, который состоится в сентябре? Что можно ожидать от переговоров между Россией и США? В настоящее время отношения российско-американские действительно перешли в достаточно напряженное русло. Но это является нормальным состоянием отношений с Соединенными Штатами для государства, которое утверждает свою независимость и суверенитет. Так что нам не нужно опасаться дальнейшего усложнения отношений с США. США также невыгодно усложнять отношения с Россией, потому что по Сирии, по вопросам транзита грузов НАТО из Афганистана, по вопросам Ирана и некоторым другим вопросам международной повестки дня, а также российско-американских отношений, Вашингтону нужны нормальные рабочие отношения с Москвой. Я думаю, что на повестке дня может быть достаточно тем для некого конструктивного диалога. Ну а те темы, которые Соединенные Штаты не заинтересованы педалировать, будут обсуждаться в другой терминологии.